Коголымские студенты были представлены в 10 компетенциях учащимися политехнического колледжа. Результат, который они показали, достоин уважения. Сказалась интенсивная подготовка. В учебных мастерских участники конкурса проводили по несколько часов ежедневно, совмещая отработку упражнений с основной учебой. Получили золото в компетенции добычи нефти и газа, четыре медали серебра, электромонтаж, ремонт легковых автомобилей, кондитерское дело и лабораторный химический анализ. В компетенции лабораторный химический анализ с джуниоры и третье место повар. Коголымские юниоры, а это учащиеся до 15 лет, впервые приняли участие в WorldSkills. Елизавета Андреева, студентка первого курса. В компетенции лабораторный химический анализ она завоевала серебро. Все ребята были хорошо подготовлены и все были достойны тех баллов, которые они заработали. На самом деле я на место вообще не рассчитывала. И когда на награждение меня позвали и вручили серебряную медаль, я была в шоке. Конкурировать ей пришлось с участниками из гимназии имени Салахова. Это лучшее образовательное учреждение округа считается. В конкуренцию ей были три участника. Двоих из них она обошла, обошла уверенно по баллам. А третий участник буквально на несколько единиц превзошел ее по результатам. То есть по результатам мы видим, в каком направлении работать в будущем, куда расти, чем заниматься. Егор Коньков в прошлом году в Сургуте на региональном этапе в WorldSkills в компетенции ремонт и обслуживание автомобиля участвовал впервые и заслужил медаль профессионализма. В этот раз он завоевал серебряную медаль. 16 человек было в моей компетенции. Всего было 7 направлений. Было достаточно сложно, потому что каждый раз Сургут преподносит нам новые сюрпризы. В этом году были другие двигатели, коробки. Кардинально отличались задания по отношению с прошлым годом. Оборудование было совершенно новым. Двигатели были Хонда, коробки были Тойота. Автомобили были на диагностику Хюндай и Ниссан. То есть для нас это было новое, но тем не менее мы пробились. Отработали эти варианты, возможности работы именно с этим оборудованием, с этими автомобилями. И в принципе выступили, я считаю, что неплохо именно на этом оборудовании. Достойный результат в компетенции электромонтаж показал Балаткушбек Токуров. 10 человек претендовало на звание «Лучший». Кагалымчанин завоевал второе место. Этот конкурс был разделен на 4 модуля. Первый модуль самый емкий был, 16 часов монтажа всего. Это то есть определенная кабинка с четырьмя плоскостями, и там мы работали. Второй модуль – это поиск неисправностей. И третий – программирование нового оборудования немецкого. Кондитеры и повара Кагалымского политехнического колледжа традиционно среди лучших. Так случилось и в этот раз серебро у Виктории Юртавы и бронза у Богдана Черкасова. Пирожные у нас были торт «Антроме» с небольшим декором из шоколада и лепка. Был еще и шоколад из культуры большая. Мы надеялись на это, потому что подготовка у нас была очень сильная. Мы с ней тренировались в течение месяца, каждый день, буквально с 8 до 8 вечера по 12 часов. Нарезка 15 минут, фингерфуды – это закуска на два укуса и десерт. Второе место было в прошлом году «Азетинские пироги», третье место. И в этом году опять третье место поварское дело. Золото в компетенции добычи нефти и газа, опять же, традиционно в четвертый раз подряд у Кагалымчан. Лучший в 2019-м Самир Набиев. Очень сильная конкуренция была. Очень хорошие ребята, очень понравилось. Не было никаких негативных моментов. Счастлив, что первое место в региональном взял. Но это еще не все. Предстоит всероссийский этап. Там будет, я думаю, сложнее намного. Награда студентов – это еще и результат работы педагогов в развитии качества подготовки, что определяет рейтинговую позицию в рамках субъекта Ханты-Мансийского автономного округа. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.